Итак, товарищи, давайте начнем. Значит, смотрите, тональный крем. Я буду держать здесь коробку, ну, чтобы красиво было. Тональный крем в мини-формате. Это прикольный формат, особенно если вы визажист и вы ездите часто на выезд. Очень удобно, что вот это вот можно взять с собой. Здесь у нас идет 10 мл тонального крема. У меня прям точно такие же оттенки в полном размере есть. Я от них в восторге. Финиш натуральный. Покрытие само такое укрывистое, то есть перекрывает очень хорошо. Но при этом абсолютно все клиенты отмечают, что на коже тональный крем очень невесомый. То есть он довольно приятно на коже ощущается. Посмотрите, это у меня идет сейчас в руках 0,2 оттеночек. Посмотрите, какая роскошь. Вау, он просто, он идеально тушуется. Делает такую прям естественную, живую, красивую кожу. Я прям кайфую, когда работаю с этим тональным кремом. HD пудра. Она у нас идет невесомо финишная пудра. Пудра от бренда Лик я еще не пробовал. Матирующая. Обладает матирующим эффектом. Пудра содержит мелко дисперс, светоотражающие частицы, благодаря которым кожа выглядит естественно. Это я люблю. Здесь у нас такая вот пуховочка маленькая. Высота внутри. Как тебя отклеить? О, нашел. Ау! Это было больно. Пудру обязательно, ее нужно как бы по ней постучать. И пудра должна лететь наверх. Если пудра осыпается вниз, пудра довольно тяжелая. Вау! Она так светится классно! Реально, это мои первые ощущения. Смотрите. Вау! Она, видно? Ва-во! Она прям светится, смотрите. Вау! Я уже хочу срочно прям сейчас пойти кого-нибудь красить. Это, блядь, простите. Это не та, знаете, зашкварная пудра, которая... Знаете, что напоминает? Лауре Мерсье. Отвечаю. Это просто один в один Лауре Мерсье пудра рассыпчатая, со светоотражающими частицами. Едем дальше. Румяна мне здесь положили. Признаться честно, я на них смотрел в магазине. О, смотрите. Обожаю заботу. Обожаю заботу о клиентах. Нам положили вкладыш, как ими пользоваться. Если честно, я на них смотрел в магазине. И тогда я сделал выбор в пользу других румян. Я рад, что... Я прям счастлив, что они прислали их. Посмотрите на упаковку. Посмотрите на упаковку. Когда ты держишь лик в руках, абсолютно каждый продукт дает тебе уверенность в том, что ты держишь классный, качественный продукт. Что ты держишь в руках люкс. Потому что никакого люфта у коробочек нет. Все идеально. Пластик плотный, дорогой. Ничего не трясется, не шумит. Это кайф. Я люблю, когда так. Я не люблю, когда продукты сделаны из дешевых материалов. Когда вот именно коробочки. Оформление. Смотрим. Как красиво. Это такой, знаете, персиковый какой-то, очень полупрозрачный свет. Я был фанатом румян одного бренда. Думаю, неэтично будет. И они у меня прям до дыры затерлись, а бренд ушел из России. И, соответственно, мне было очень тяжело. И я сейчас вижу, что я нашел примерно то же самое. Легкие. Очень. Посмотрите. Они просто как шелк. Вау. Я понимаю, что в баночке они довольно светловатые. Зеркальце заклеено. Я вот это прям обожаю. Кайф. Супер. Я редко пользуюсь такими подводками. Найти качественную подводку очень тяжело. Но здесь, значит, смотрите. Жидкая подводка с матовым финишем. Black. Приятный пластик на ощупь. Матовый. Но при этом вот когда пальчиками проводишь, ни царапок, ни следов, ничего не остается. Кайфет. Не знаю, какая-то кисточка. Но она очень тонкая. Фетровая. Обманщик. А может быть... Посмотрите. Посмотрите, какие тонкие линии. Выглядит. Посмотрите на эту волоскаль. Все мы знаем, у кого такой формы помады. Я даже знаю два бренда с такой формой. Но это просто шедеврально выглядит. Здесь не наклейка. Тут хорошая печать. То есть это прям флакон. Он блестит, сияет, переливается. Красивая форма. Одиннадцатый оттенок. Лесе. Все правильно я сказал. Не на магнитах, но закрывается очень приятно. Как румяные помады красиво вместе смотрятся. Помада как будто бы такая прям вельветовая. Как будто бы такая прям муссовая. Абсолютно ничем не пахнет. Абсолютно ничем не пахнет. Я думаю, что ее можно даже как румяна. Посмотрите. Да. Очень красивая помада. Тоже надо тестировать на людях. На руках приятно. Не чувствую, что сушит. И посмотрим сейчас, как зафиксируется она. Для бровей. Пудровый. Тоже, признаюсь честно, я на него в магазине смотрел. Все такое софт-тач. Все такое приятное на ощупь. Все такое классное. Деревянный корпус. Пудровый карандаш, соответственно. Ну, красивый. Цвет у меня здесь dark brown. Я люблю темные карандашики для бровей. Очень красивые можно растушевочку красивую нарисовать. Очень красивые можно сделать более четкие брови на обратной стороне щетка. Like невесточных оттенков. Популярных оттенок Golden Shine 202 и Muscat 103. Красиво. Кто что скажет, не знаю. Но это роскошь бутиков. Мягкие, как глиттер, шиммер какой-то. Поехали. Более золотой оттенок. Посмотрите. Вот это роскошь, конечно. Тянутся, тушуются. Здесь у меня никакой базы подложки, разумеется, на руке нет. И второй оттеночек. Ну, вот, говорю. Нужно кейсы для них. Второй оттеночек беру. Тоже без базы, без подложки. Вот это прям невеста. Это прям невеста, невеста. Короче, господа. Я ставлю 10 сердечек из 10 бренду. Лик. Лик. Лик.